Здравствуйте, дорогие зрители телеканала «Робинзон». Это программа «Фоменко онлайн». Меня зовут Виктор Фоменко. Сегодня у меня в гостях руководитель ансамбля древнецерковного пения и регент хора трехсвятительской церкви Игорь Сахно. Игорь Леонидович, спасибо, что пришли. Здравствуйте. В интернете пишут, Игорь Сахно возрождает древние напевы в богослужебной практике. Получается, петь церковные песнопения можно по-разному. Можно по-современному, как мы слышим это сегодня в церквях. Можно согласно какой-то другой традиции. Объясните, пожалуйста. Вот вы сейчас сказали древние, а и по-современному. Да, мы называемся ансамбль древнецерковного пения среднего. Но здесь важный момент, что между тем древним и нынешним современным не существовало никакого пути эволюции. То есть современное пение не эволюционировало из того древнего. Поэтому более уместно здесь говорить о условно-каноническом церковном пении или, так скажем, уставном церковном пении. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, это не композиторские сочинения. Почему от него в какой-то момент отказались? По всей видимости, по причине обмерщения церкви. Вот это был как раз 18-й, дальше 19-й век. И церковь сильно, как бы на нее сильно повлиял мир. Те моменты, которые в церкви были поставлены на мистическое начало, они обрели мирское начало. Созерцательное сменилось на еще какое-то и так далее, и так далее. То есть это процесс небыстрый. И вот этот процесс называется секуляризация церкви, то есть обмерщение. И, конечно, есть духовный уровень, как вот писал апостол, а есть душевный уровень. И абсолютное большинство композиторских сочинений, которые сейчас звучат в церкви повсеместно, абсолютное большинство, вот мы привыкли к ним и так далее, это уровень душевный. Вот где-то так. А что касается распева, мелодий распева, это то, что создавалось веками непосредственного молитвенного богообщения лучших из сынов церкви, то есть которых мы называем сейчас святыми. Но это тоже были композиторские произведения или авторы остались неизвестны? Нет, авторы некоторые известны, но они не называются авторы, они называются композиторы. Почему? Потому что они берут уже готовые куски мелодий, готовые, еще форма такая цинтонная, то есть цинтон это лоскут, они берут готовый мелодический отрезок. И зная этот набор этих отрезков, зная лады, зная законы, каноны написания, соединения этих отрезков, они на какой-то богослужебный текст могут написать, как бы составить, не сочинить в полном смысле этого слова, а составить песнопение из готовых кусков. То есть они в полной мере композиторами не считаются. Думаю, что нам лучше один раз увидеть и услышать, как это выглядит. Я знаю, что вы принесли с собой видеозаписи, что мы сейчас услышим. Ну, например, тропарь Пасхи в византийской традиции. Это очень древнее песнопение, я даже боюсь называть какие-то даты, но то, что это песнопение первого тысячелетия, это наверняка, и оно дошло к нам благодаря знаковой записи. Нота линейной еще не была, а знаковой уже была и на востоке Византийской империи и на Западе. Позже на Западе появились линейки, на которых они же записывались. Ну, а вот то, что сейчас вы услышите, тропарь Пасхи. Это основное песнопение Пасхи. На церковнославянском языке оно очень известно. «Христос воскресе из мертвых смерти и смерть поправ, и сущим во гробях живот даровало». Это на греческом языке сейчас. «Исполняет Сретенье?» Там состав выездной, когда Сретенье сливается с составом нашего хора, Сретенье стоит в середине, четыре человека в подрясниках, а хор по бокам – женский состав и мужской. Тут как раз вот… Аминь! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Леонидович, а вам это зачем? Почему вы занялись восстановлением этой уставной традиции? Правильно? Ну да. Понимаете, поскольку я занимаюсь уже давно музыкой, и в какое-то время, уже более 30 лет назад, я попал в церковь, в хор, в обычный хор, и испробовал все виды церковного песнопения, и сам сочинял во всех направлениях. И потом, когда сам стал, ну, Риген тогда громко сказан, у меня было 2 или 3 человека в подчинении, в певческом подчинении. И в какой-то момент я понял, что мы не тем занимаемся. Вот мы всю службу выверяем интонацию. Причем там же есть такие моменты, когда нужно взять просто текст, и по тексту каждый свой голос поет, и мы вместе поем какую-то стихиру. То есть без всяких нот. Есть попевки, и мы должны петь. Даже если не так, вот какие-то новые ноты взять, и все это. И к концу службы понимаешь, что вся служба ушла не на то. То есть на выстраивание, на все, что угодно, кроме молитвы. И потом как-то мне вот просто, ну, знаете, молния бывает ударяет. Вот же столповой распев. Вот возьми его и пой. Он под ногами валяется, его никто не поет. А это же как раз то, тот язык богослужения. Это, между прочим, язык богослужения. Вот как церковнославянский язык. А тексты одинаковые, что в современных песнопениях церковных, что в мелодическом пении? Тексты в общем одинаковые. Но дело в том, что в композиторских сочинениях они могут переставляться, повторяться, чего не бывает в настоящих распевах. То есть творческий подход такой, да? Ну, понимаете, это можно творчески подойти, не переставляя. А в мелодическом пении там все более канонично, да? Ну, конечно, да. Потому что зачем, допустим, есть вот такое песнопение, оно взято из канона священного писания. «Свят, свят, свят, Господь Савов, исполн небо и земля, слава Твоя Я». «Свят, свят, свят» повторено трижды. Это, несмотря на то, что в Ветхом Завете, это как бы прообраз будущего откровения Бога в трех лицах, единого Бога в трех лицах. Вот, что же мы видим у одного из композиторов? «Свят, свят, 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 свят», шесть раз он повторяет уже, понимаете? Здесь тонкие вещи. Здесь уже нет богословия, а там есть богословие, понимаете? То есть композиторские сочинения нельзя назвать богословием в звуке. А большие казусы даже есть. «Не бо врагом твоим тайну повем, не лоб заняти дам я каюда». «Не бо» — это частица. «Врагом твоим», или так, «не врагом бо твоим тайну повем». Композитор, я не знаю, о чем он думал, старинный композитор XIX века. «Не бо пауза», «Врагом твоим тайну». То есть на слух он обращается к небу. Понимаете, совершенно, совершенно противоположный смысл. В распеве этого быть просто не может. Просто не может. Вы так подходите внимательно к этим вопросам. Я думал, что, наверное, по материалам этих изысканий можно написать полноценную диссертацию. Ну да. Вы думали? Я уже написал. Написали? Да. Это по византийским материалам. Дело в том, что все, что изображают невмы, то есть вот эта знаковая, вот эта нотопись безлинейная, это схема. Это каркас проволочный. А традиция на нем строят необыкновенные красоты. В виде каких-то украшений, каких-то интонационных тонкостей, которые соблюдает весь хор. Можете себе представить. Весь хор знает эти все тонкости и поет не чистый каркас, не чистую линию эту, а еще наращивает на него какие-то украшения, какие-то реагирования ступеней повышения, легкие или легкие понижения, в зависимости от мелодики. Куда мелодия пошла, вот так и идет интонация. То есть в плане творческом, в плане мелодическом здесь тоже есть простор для творчества? Обязательно, обязательно есть. Потому что у меня сложилось впечатление, что это становится более строгим, может быть и скучным и не таким интересным с точки зрения музыкальной. Понимаете, в любом случае, когда поешь по нотам, есть зрительная команда тебе, насколько ты уходишь вверх, там такой-то интервал, такой-то. И это все зрительно передается. В нотах это зрительно. А в невмах тоже есть интервалика, но она передается через сознание, незрительно. То есть ты знаешь, что вот за этим знаком стоит такой-то скачок на квинту там, скажем, или еще. И это дает возможность человеку быть сотворцом этой мелодии. Над ним не давляет видимость нотного каркаса. Большая свобода? Большая свобода, да. А если, конечно, поет хор, то, конечно, свобода сужается. Потому что все должны петь в одном темпоритме, в одной скорости, с желательно идентичными украшениями. А если поет один человек, солирует, там очень много, вот в Византии, да и у нас, скорее всего, в традиции, были такие моменты, когда, допустим, Херуимская идет, и человек начинает солировать, один кто-то. И тогда он разворачивается по полной программе, он может в традиции, опять же, вот что важно, не просто так, а чтобы это было естественное влияние мелодии. Это нота меня, это не выпишешь. Можно выписать, и можно так спеть, и убить этот распев, испортить просто его. А тут естественное влияние голоса, естественное мелодическое развитие. И певец, зная эту традицию, вернее, не зная, а имея ее в себе внутри, он может свободно ее использовать и свободно быть сотворцом вот этой мелодии, которую он, в общем-то, подсматривает в Невминный текст. – Кроме вашего ансамбля «Сретенье», есть коллективы, которые поют в этом стиле? – Да, есть, сейчас есть. – В Украине? – Да, да. – А в других странах? – Ну, как же, в Греции, например, в Болгарии, в Сербии. – Но это только на сцене? Или уже в церквях поют? – Нет, именно в церквях, церквях. – А в наших церквях? – Ну, тоже есть по Украине несколько коллективов, ну, плюс-минус, я знаю, может быть, коллектива четыре. – Которые поют во время церковной службы? – Да, во время церковной службы. Есть даже, которые вот в Ионинском монастыре в Киеве, есть несколько человек, которые поют исключительно византийской традиции, причем, ну, не головщик, он называется протопсалт. Он учился у наилучшего протопсалта Афин, это ныне покойный, умер весной, ликурх Ангелополос. Вот, он закончил у него с отличием учебу, и он прекрасно внедряет, они поют по неумам, то есть все очень профессионально. Потом мой друг, который восстанавливает, отец Симеон восстанавливает в Ахтырке Троицкий монастырь, тоже они там, они не музыканты, но они освоили невы, потихонечку по ним поют, вот, и очень даже неплохо. И так далее, и так далее. В Крыму я знаю одна девушка, регент, тоже она поет в основном, старается держать каноническую сторону богослужебного пения, и батюшка ее поддерживает. А в Харькове такие храмы есть? В Харьков, ну вот в Харьковском районе есть храм, который поет с толповым распьем, это наша русская традиция. Мы поем византийскую, в основном мы русскую традицию поем, и грузинскую. То, что сейчас поет, так называемый современный стиль, это византийская традиция? Нет, современный нет. Нет? Это композиторская традиция, а византийская это то, что мы сейчас поем. А русская тогда? У нас все пошло от византийской традиции, у нас же вера пошла оттуда. Так, а русская традиция? А русская традиция быстро созрела, когда вот к нам пришли византийцы со своим пением, русская традиция быстро выкрестолизовалась из нее. И получился то, что мы знаем знаменный распев, либо я более точно его называю, как мне кажется, столповой распев, то есть основной распев нашей церкви. Потому что были еще и другие распевы. И ансамбль поет? Ансамбль поет три направления. Ага. Византийская. Столповую распев. Столповую распев русская. И иверская традиция, то есть грузинская, трехголосие двух направлений. Эмеретина-Гурийская и Картолина-Кахетинская. Если нужно, мы для службы все это адаптируем к церковнославянскому тексту. А в концерте мы поем на языке оригинала. Скажите, пожалуйста, а как реагирует церковное начальство? Оно поощряет? По-разному. Переход на вот эти... Ну, как бы общая тенденция такая, как бы, чтобы мы, ну, если возрождаем, возрождайте, ну, как бы, чтобы нам не жаловались. Ну, такого не бывает. Конечно, некоторые жаловались. Ну, те, которые... Вот я разговаривал с некоторыми женщинами из нашего храма. Они говорят, вот мы и ходили чуть ли не жаловаться к владыке, и плакали, и все. А теперь, говорят, другого слушать не можем. Понимаете, когда человек вкусил чего-то настоящего, понимаете, мы никто не знаем, если Бог даст, мы попадем на небо, может быть, нам ничего там не понравится. Может быть, там такое, что мы совершенно к этому не адаптированы. Такая красота, что мы не сможем ее освоить. И будем мучиться от этой красоты. Вот в чем весь... В чем весь... Вся неприятность данного момента. Под красотой что вы имеете в виду? Красота, она... Что ж под ней можно иметь в виду? Красота, это... Нет, ну, вы связали тем, как люди реагируют. Да, да, да. Ваши... Понимаете, они сейчас относятся к ней как к большей красоте. Ну, внутренней, душевной, большей красоте, чем то, на чем они воспитаны с самого детства были. Вот некоторые. Но есть люди, которые редко у нас бывают, и они... Их это напрягает. Они недовольны, да. Но ко всему человек адаптируется. Ведь когда-то человек не был христианином, скажем. Вот мы воспитаны все в нехристианскую эпоху. А потом стал христианином. Какие-то, да, какие-то рамки появились, какие-то неудобства. А потом мы видим, что это лучше, чем то, чем мы живем. Как вы пришли к церкви? У вас семья была религиозная? Я бы не сказал, что религиозная. Скорее, нет. Потом, может быть, мама стала религиозной. Папа рано умер. Бабушка... Мы к бабушке приезжали всегда поздравлять ее с Пасхой. Она ходила там иногда в церковь и так далее. Жила она как раз вот возле трехсветительского храма. Там три остановки. И я там детство провел. Вот. А к Богу я пришел, скорее всего, через природу. Я люблю всякие... Ну вот, я люблю природу. Так, скажем, общен. Я занимался с детства насекомыми и так далее. Я видел премудрость этого всего. Да, но ученым вы не стали. Нет. У меня больше эстетический момент волновал. Я больше гуманитарий в этом отношении. То есть я любил их рисовать. Я сейчас люблю фотографировать насекомых, там, бабочек разных. Да, я до какой-то степени знаю разные тонкости ученые. Но дальше я не хочу как бы залазить. Мне дальше все понятно. То, что мне нужно, мне уже все понятно. Но вы говорили, что, кажется, в 21 год вы крестились, да? Ну да, как выяснилось, второй раз. Да. А почему возникло такое желание? Ну, всему свой момент... Вы сначала попали каким-то образом в хор. Да, в хор. Сказал, что я не крещеный. Ну, мне сказали, надо бы как-то покреститься. А в хор как вы попали? Меня привел мой... Ну, мы с ним учились в консерватории. Он говорит, да приходи, у нас там не хватает баса. Ну, я пришел. Вот, и начал петь там. А потом у меня там... Ну, был момент, когда я должен был переводиться в Одессу. Потом это отменилось. Ну, и батюшка говорит, ну, давай же я наконец уже тебя покрещу. Я говорю, ну, давайте. И он меня покрестил. А потом бабушка, ай-яй-яй, я же тебя крестила в детстве, никому не сказала. И, скорее всего, там же, в той же церкви. 7-00-49-00. Напомню, телефон прямого эфира. Можно звонить, задавать вопросы, делиться впечатлениями. У меня в гостях руководитель ансамбля древней церковного пения Сретини Игорь Сахно. Игорь Леонидович возрождает древние напевы в богослужебной практике. Мне все-таки осталось непонятным, почему эта традиция потерялась. Почему композиторы изобрели свой такой... Свой стиль, хотел сказать, более красивый, но вы доказываете, что и древние напевы, они не менее красивые. Что это разная красота. То душевная, то духовная. Да. Но тоже произошло и в той же Греции, да? Это во всем мире. Ну, в Греции, да. Вы сказали об умиршении церкви, какие-то сложные процессы. Но вот это главная причина, это вхождение духа мира сего, как в Евангелии написано, в лоно церкви. То есть... То есть музыка... Качественное перемещение уровня. Церковная музыка, ее сделали более популярной? Более понятной? Так можно сказать? Ну, может. Грубо. Грубо да. Грубо можно, да. Чтобы она была более приятной? Понимаете, было бы хорошо... Понимаете, тогда, когда она к нам внедрялась, она у нас популярная не была. У нас, ну, допустим, что популярное было в народе? Это народное пение. 17 век. Раздолье народной песни. Но не такое пение к нам пришло. А к нам пришло уже готовая, созревшая, как музыкальная, композиторская традиция Италии, Германии, Польши. Понимаете? Подождите, а вот перед этим же была традиция византийская, которую вы говорили? Ну, продолжение византийской традиции был столповой распор. Да. Это ведь было? Обязательно. Оно не выдержало конкуренции? Нет. Оно было насильно выдавлено из церкви. Почему? Ну, к сожалению, да. К сожалению, да. И это все пошло с подачи изначально. В общем-то, он этого не хотел, Никон. Он хотел какого-то порядка. И наоборот, он, я думаю, ратовал за икону каноническую, ратовал за каноническое пение. Но он поколебал некие незыблемые кирпичики формы, которая была сложена. Он поколебал тексты, которые были до него. Там были, конечно, грамматические ошибки, а может быть даже в некоторых местах и канонические. Но не надо было делать такую глобальную реформу, чтобы это все излечить. То есть, исправить ошибки. Что тут такого? Исправляли ошибки, правки были всегда-всегда еще до Никона. Вот. Слечались книги, рассуждалось, где правильно, где неправильно, вычеркивалось, значит, писалось заново. Вот. А тут, как бы, он дал толчок от Никон и при большой поддержке Алексея. Ну, а за Алексеем сразу Петр. А Петр любитель всего западного был. В общем, Запад изначально, как бы, ушел от традиции очень давно и перешел именно к более легкому восприятию вот этого уровня, к душевному. Но более популярный вид. Ну, понимаете, популярный, смотря для кого. Да, если человек мирской, то для него более популярным будет, конечно, мирская традиция. Более популярная будет застольная песня, нежели церковный распев, который понуждает к молитве, к общению с Богом. Ну, как, я более популярно не могу объяснить. Ну, достаточно понятно. Ну, я понял, что если, что вот эта музыкальная часть реформы, она была не единственной церковной реформой, да? Ну, конечно. А что произошло в целом с церковью под влиянием Запада? Форма богослужения. Я имею в виду не музыкальная составляющая. Нет, двоевщая форма и текстовая. Там много было исправлений разных. Какую сторону изменились службы, обряды? Дело в том, что вся форма богослужения, я же говорю, переместилась с уровня духовного или так подвинулась. Не переместилась прямо совсем, а подвинулась к душевному. Но Евхаристия-то осталась благодатная. Вот тело Христова мы принимаем, как и тысячи лет назад, и две тысячи лет назад. Вы говорите об образно, это не совсем понятно. Дело в том, что в церкви главное, как это не, может быть, звучит, не форма, а содержание. Содержание – это богообщение. Прервано оно или оно цельное? Богообщение – это когда мы получаем от Бога некую, современным, я могу так сказать, энергию. Благодать она называется. Эта энергия божественная называется благодать. Вот если она есть, то церковь есть. А может быть так, что форма есть, обряд есть, но энергию мы не получаем? Может и такое быть. Может и такое быть. У нас остается пять минут, а нам еще нужно посмотреть один отрывок. Что мы послушаем? Это фрагмент причастного псалма преображению. Это псалом, текст Давидов, вот, в византийской традиции, в адаптации к церковно-славянскому тексту. Опять же, тот же состав. Встретение вместе с хором, но это мы уже поем в Петербурге на фестивале. Песня. 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 Слава Богу! 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 Слава Богу!